Ударную мощь Анатолия Токова не понаслышке знают многие топовые российские и зарубежные бойцы. 17 побед из 31 он одержал нокаутом и по праву считается одним из самых грозных бойцов в своем весе. Сегодня мы с вами вновь отправимся в Японию на новогодний турнир Ryzen в 2015 году, где выступал Фёдор Емельяненко, а также несколько его товарищей по команде. В их числе был и Анатолий Токов. Его соперником стал американский боец Эйджей Мэтьюс по прозвищу Наемник. Он подходил к бою с россиянином с четырьмя победными поединками на турнирах Беллатер, и утверждал, что любит жестко прессинговать и ломать своих оппонентов. Американец обещал, что устроит Стокову в настоящую зарубу, и после победы высоко взлетит в мировых рейтингах. Сейчас в мире смешанных единоборств постоянно проходят крутые и громкие бои. Посмотреть бесплатно трансляцию самых знаковых турниров вплоть до UFC вы можете в официальном мобильном приложении Winline, а заодно и воспользоваться отличной возможностью забрать фрибет до 10 тысяч рублей без депозита и отыгрышей сразу после регистрации по ссылке в описании к данному видео. Winline – это официальный букмейкер, ставший синонимом высшей степени надежности и качества обслуживания. Поставить можно на любое спортивное событие, и Winline заплатит без вариантов. Субтитры – это официальный букмейкер, ставший синонимом высшей степени надежности. Шестой поединок в Сайтаме. Эй-Джей Мэйтюс, Анатолий Токов, средневесы. И вновь Джон Маккарти будет судить эту встречу. Анатолий очень собран, и мы все сейчас будем болеть исключительно за нашего спортсмена. Ну и, что касается музыки, если Анатолий выходил под песню группы Ария «Встань, страх преодолеть», то Эй-Джей Мэйтюс вышел под композицию, популярнейшую композицию «I feel good». Ну вот и посмотрим на его самочувствие в ринге. Насколько хорошо себя чувствует Эй-Джей Мэйтюс, и будет чувствовать. Сразу Толия начинает качать соперника. И пытается работать первым номером, не отдавать инициативу Анатолий Токов. Прижимает, поддавливает канатом Эй-Джей Мэйтюса. Правый очень сильный удар у Анатолия. И сейчас именно он так... Он даже выцеливает конкретно один удар. Такое впечатление, что он не на серию рассчитывает. И тем более не на борьбу. Кстати говоря, вот в титере стояла цифра 2 поражения у Анатолия. Но вот если вы посмотрите различные профайлы, пока оно одно. И вот начинает огрызаться Эй-Джей Мэйтюс, пробил лоу-кик, пытается ответить джебом. И все это говорит о том, что Анатолию... Есть попадание справа и добивание! Но, видимо, уже советы никакие не нужны. Очередная ярчайшая победа Анатолия Токова. Где бы он не выступал, в каком бы промоушене это не происходило. И радуется Федор, который отмечал, посмотрите, посмотрите на этих ребят. И говорил, он это не нашим журналистам, а журналистам иностранным. Обращайте внимание не на меня, не на мое возвращение. А на вот этих ребят, которые приехали вместе со мной. Анатолий Токов, Кирилл Сидейликов. Два победителя сегодня. Знаете, Эй-Джей Мэйтюс, конечно, расшеломлен. Отшеломлен, да, и расстроен, но не ждал, что все будет так быстро. Да, Мэйтюс, Анатолий не любит откладывать в долгий ящик своей поединке. И получает заслуженную награду попадание справа. И затем серии из добивающих ударов приносят ему эту победу. И вот тут уже самочувствие явно у Мэйтюса не в порядке. Выцеливал он несколько раз именно удар справа. И, кстати говоря, именно он и достиг цели, благодаря которому оказался на конвасе Эй-Джей. Вы правы были, Алексей, когда предвосхищали развитие этого поединка, что, скорее всего, он не продлится долго. Тут уже, как говорится, чья попрет первой. Отличное выступление, бодрое. Вы знаете, даже где-то хотелось бы, чтобы оно было подольше, побольше посмотреть на наших спортсменов в действии. Кирилл, кстати говоря, предоставил им эту возможность. Но Анатолий уж совсем быстро расправился с оппонентом. Но в любом случае победа есть победа. Победа яркая, победа значимая. На каждом сборе Фёдор постоянно нас учит. Учит, объясняет, показывает. Иногда тренировки проводит. Я знал, что это было бы очень тяжело. Я знал, что это было бы очень тяжело. Много респекта Анатолий. Я знал, что это было бы очень интересное, что он был в высшем уровне. Город, где-то везде. Город, где-то везде.